Доброго времени суток, мои дорогие! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня такая необычная колода. Это обыкновенные игральные карты. Но они очень красиво. Рубашка у них очень красивая. И мы сейчас с вами на них посмотрим такой вопрос. Будет ли в Америке... Как он там правильно звучит? Шут-даун. Так, по-моему. Мы это буквально в течение нескольких дней с вами узнаем. Так как для нас это, в общем-то, положительный момент. То, что им нехорошо, то нам все, соответственно, хорошо. Поэтому для нас, если выходит положительная карта, то мы считаем, что да, он у них будет. Если выходит отрицательная карта, то мы считаем, что не будет. Итак, будет ли в Америке в ближайшие дни, в начале октября, объявлен шут-даун? Да, дорогие мои, он будет объявлен. Может быть, он продержится, ну, не совсем долгое время. А вот, но он будет объявлен. А там поживем и видим. Это, конечно, показатель определенного кризиса в Америке, причем очень серьезного кризиса. Не только экономического, но и политического. Ну, а дальше с вытекающими отсюда последствиями, потому что очень стоит жестко вопрос, выделит ли Америка Украине 24 миллиарда, и те, правда, растянутые во времени. Давайте посмотрим, выделит Америка 24 миллиарда Украине. Вот тут уже, если отрицательные карты, то нет. А если положительные, то да. Ну, скорее всего, выделит, но далеко даже не то, что его растянуто будет во времени, а просто будет не в том объеме, на который рассчитывает Украина. И еще один момент. Будет ли объявлен импичмент? Хотя это маловероятно, но кто его знает. Посмотрим. Опять же, если выходят положительные карты, то да. Если отрицательные, то нет. Байден, я имею в виду импичмент. Ну, скорее всего, нет. То есть, ему удастся избежать, но будет ходить прямо по грани этого вопроса. Но, скорее всего, что нет. Ну, и тут опять разговор уже даже на телевидении, что, типа, в начале октября Байден будет встречаться с Путиным, разговаривать насчет Украины. Ну, мне, честно говоря, сложно представить, когда человек, кто идет не в ту сторону, то еще чего-нибудь. Просто именно разговор о таком важном вопросе, ну, не знаю. Итак, так как нам это не нужно, то мы, соответственно, если положительные карты, то не будет переговоров. Если отрицательные, то будут какие-то разговоры, во всяком случае. Вы знаете, да, вполне возможно, что разговоры эти будут. Переговоры сложно сказать, да, чисто по состоянию здоровья Байдена. Но разговоры, может быть, по телефону, но будет разговор. Хотя здесь, в общем-то, это тоже положительные карты, но если так, как темные карты, смотрю, то... То вот так, нет, наоборот, вот эта вот положительная карта, жезлы идут, а это отрицательные. Да, будут переговоры, но, скорее всего, это все-таки будет не тет-а-тет-а, я имею в виду, а именно на расстоянии, скорее всего, какие-то телефонные. Либо это будут какие-то делегации встречаться. То есть не конкретно Байден сам, но какая-то делегация, потому что не тот человек, на которого можно положиться в плане такого важного вопроса. Вот так вот кратко ответы на вопросы, которые на данный момент связаны с Америкой. Ну, а всем нам желаю мирного неба над головой, берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч!